Здравствуйте, дорогие розоводы! Некоторые из вас оказываются первоклашечки и не поняли у меня в предыдущем видео, что такое слепыши, что такое ранетик. Сегодня буду приводить порядок в эту лиденую клумбу. Видите, она в шоковом состоянии, а в каком я состоянии, вообще необъяснимо. Глаза боятся, руки делают, наш девиз. Вы поняли, да, девочки? Глаза боятся, руки делают. И вот я расскажу и покажу, кто такие слепыши, и покажу, что такое ранет. Вот такие они, серые будни розовода. Ходили, любовались, нюхали, восхищались, охали-ахали, а теперь надо и поработать. Обязательно покажу, что получилось и того. Не уверена, что я в один день управлюсь. Не уверена, абсолютно. Смотрю, кто это у меня там, голден, кто-то там голден, не помню. Вот надо, табличечку сегодня, может, повешу. Это, по-моему, пульман ориентал выглядывает из-за травы, несчастный. Я приду к тебе скоро, ожидай. Начала работать. Жарковато, но делать нечего. Смена у меня до 12 часов. Вот кусочек уже сделала. Решила, все-таки надо поснимать. Я же обещала показать. Ну, кустик так более-менее вот этот. Это у меня называется... Ты кто? Лимона. Она сказала, что это лимона. О, кстати, табличку сейчас повешаю. Тут я особо слепых побегов-то и не вижу. Только увижу вот эти вот отсветшие. Но я зато вижу то, что растет внутрь куста. Видите? Убираем в обязательном порядке. Вы обязательны. И если вы видите, что из одной почки, из одной вот почечки растут два рядом прямо, два близнеца побега, выбирайте самый мощный, а второй выкидывайте. Поняли, да? Так. Вот. Вот оно в серединке. Вот это я выброшу. Еще ж она и подмерзла у меня в этом году. Но тут пока слепых побегов не вижу. Ну, вижу... А, ну вот он слепой. Что ж я не вижу? Все, я вижу. Вот он слепой побег. Эти я не помню. Цвели, не цвели. А может быть и цвел. Короче, не буду пока ничего говорить. Перейду на другой куст, покажу. Ну, принцип понятен, да? Так более-менее кустик красивенький. Особо слепышей не вижу. А чем мажу? Где я? Эй, ты где? Господи, взяла же с собой. Потеряла. Пошла искать. Вот смотрите, я тут убирала. Такие крепкие, такие мощные. Вот я их и помажу. Чем я мажу? Ранетик. Ранетик, девочки, это ранет. Средство для обеззараживания ран. Смотрим. Вот он как выглядит. Продается в таких баночках. Есть в тюбиках, но тюбики дорогие. Я покупаю баночки 150 грамм. Можно и больше, там есть граммы. Но большие банки я уже брала. Абсолютно неудобно в работе. Тут маленькую баночку взяла и пошла ею мазать. Можно садовым варом, но садовый вар мне не нравится, потому что он липнет к рукам. А мне вот это вот, потом руки мыть. Зачем мне это надо? Тут кисточку намочила, замочила. У меня кисточка замоченная стоит, ждет. Вот, когда я в следующий раз приду, поработаю. Кисточку намочила, замочила. И все, пошла, вот, помазала, все, без проблем. Вообще без проблем. Кстати, я мажу еще и деревья, срезы деревьев. И там, где у меня на плодовых деревьях есть больные какие-то, как бы вам сказать, как бы сказать. Ну, есть такие больные места. Кору отдираю и вот этим ранее там прямо хорошо-хорошо замазываю. Я себе там яблоньку так спасла. Два года замазывала. Так, отвлеклись. Будем искать слепышей. Ранетик поняли, что, да? Это ранетик. Пошла искать слепышей. Нашла я на лимоне все-таки слепые побеги. Вот было густо-густо. Вот он слепой побег. Вот он слепой побег. Во-первых, он смотрит внутрь куста. А во-вторых, он заканчивается ничем. И вот такой коротыш. Вот это коротыш, слепыш, коротыш. Вот еще один, вот он. Не знаю, видно, не видно. Мне лично не видно, что я снимаю, потому что солнце светит. А вот, смотрите, из одной почки, ну-ка, сейчас покажу. Я надеюсь, видно, да, девочки? Из одной почки растут, ну-ка, убери лист свой. Растут два побега. Видите? Раз побег и два побега. Вот один из них я буду убирать. Попробую выломать. Нет, не выламывается, поэтому я его срежу. Оставлю только тот побег. Так, я не вижу. Где моя рука? О, вот она моя рука. О, теперь я вижу. Вот эти два побега, вот они. Раз, два. Оставлю вот этот крайний левый, этот уберу, потому что рядом еще, чтобы они не терлись друг об друга. Мне их обнимашки не нужны. Еще вот смотрим побег. Видите? Идет внутрь куста. Вот. Жалко, хороший, красавчик. Но я его тоже выкину. Мне внутрь куста ничего не должно уйти. Куста должен дышать. Так, надеюсь, видно было, да? Слепыш. Видели? Вот солнышко прячется, я хоть вижу, что снимаю. Еще слепыш видим. И два побега из одной почки. Раз, два. Ох, учительница какая из меня хорошая. Работы продолжаются. С пяти утра. Осталось чуть-чуть, и я добью клумбу. Но снимаю я не клумбу, а хочу показать. Вот это вот я косила, когда полянку. Оставила кусочек вот этих вот цветочков желтеньких. Если честно, я даже не знаю, что это за цветочки. И если честно, я даже не вижу, что снимаю. Я надеюсь, что видно, да? Эти цветочки. Вот они сейчас зацвели. Вот я оставила их. Кто это? Что это? Не знаю. Ну-ка, давай ближе. Вот такие они, как коврик желтенький. Думаю, ну что я буду их скашивать? Пусть кусочек цветет, распространяется туда дальше мне. Вот так мои работники возвращаются с работы. Вот такие мы работники. Ну, у работника была легкая работа. Малинку собирать. Так, не отвлекаемся. Смотрим на цветочки. Не знаю, что это за цветочки. Может, кто знает. Напишите. Мне искать сейчас некогда. Все зимой, все зимой. Неужели я победила? Теперь хоть стало видно розу. А какую розу? Это фольклор. Даже вешать не буду этикеточку. Хотя, может быть, повешу. Фольклор цветет. Гудзе голд. Вот хорошая роза Гудзе голд. Я еще тени обрезала. Вот когда она сейчас работала. Обрезала. Старые эти веточки. Отсветшие. А это уже все. Уже новые цветут. Порядочек навела. Так, еще кто? Пульман Ориентал Экспресс. Вот этикеточка тут даже есть у нее. Вот повесила я. Вот такие купила. Очень удобненько. Написала. И не надо вот это думать, гадать. Где кто? Тут она зацветет. Так, смотрите. Полила, конечно же, всех девчолик. Жара просто невозможна. Уже трещины. Спалец, наверное, с большой. На моей поляне. Так, а это у нас шалфей мускатный. Как он мне нравится. У меня там в саду тоже есть. Я поляночку оставила с шалфеем. Сам сеется, сам растет. Только что надо будет увядший потом обрезать. Ну, только когда он уже семена покидает. Ну, просто красавчик. Вот просто красавчик. Вот такие уже сколько, я сказала, там пять тачек вывезла. Вот эта шестая стоит, ждет. Так, не отвлекаемся. Я еще ж хотела показать, что у меня здесь цетет. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Там не знаю, кто надо смотреть, вешать. А вот у меня лаванда. Я покупала. Написано два разных сорта. Где-то этикетки там внизу. Не знаю, как кого. Ну, два абсолютно разных сорта. Не знаю, для меня так они как одинаковые. Ну, хотя вот этот потемнее. Это чуть-чуть посветлее. Ну, вы видите, какие кустики маленькие. Не знаю, они вырастают большие, не вырастают. Ничего не могу сказать. Так, ну, еще пойдемте я вам покажу. Это мой внутренний дворик. Я покажу вот еще красоту какую. Вот эту. Вот лавандочка зацвела у меня. А эти кусты просто огромные. Вот просто огромные. Вот такие мощные. Ну, обрезать уже их, высоту им снижать, как-то мне страшновато, конечно. Потому что кое-кто из них после этого не выживает. Так, ну, а теперь посмотрим, какие розы начинают цвести повторно. Кстати, проходила тут мимо. Это ж у меня тут детский сад. Видите? Тоже этикеточку он повесила одному детскому саду. Ага, значит, это все-таки у нас мадемуазель Мейян. Вторая штука разоцветает. Теперь надо думать, куда их девать. А это, оказывается, у меня Рэд Леонардо. Раз, два, вон тоже три штучки. Что я хотела сказать по поводу того, что готовим розу ко второму цветению. Да, мы готовимся ко второму цветению. Хотя оно будет бесконечное все лето. Но вот уже пошли новые бутоны. Обязательно. Я, во-первых, подкормила их всех удобрениями. Номер два я называю азотфосфор. Чтобы фосфора было больше. Азотфосфор-калий, но фосфора больше по процентному содержанию. Это раз. И второе в обязательном порядке, просто в обязательном порядке, обрабатывать от трипсов. Я обрабатываю, купила... Эти-то... Аберон Рапид, купила... Все это купила. Мавенто, по-моему, там еще что-то, еще что-то. Вот этим буду обрабатывать. Когда вот такие вот маленькие бутончики. Ой, красавица какая. Так, ну что, прощаемся. Завтракать не зову. Уже накормила вас давным-давно. Всем всего хорошего. Пока. И забыла сказать, что обрабатываем мы. Вот сейчас начинаются уже новые побеги, новые бутончики появляются. Каждые семь дней разными препаратами. Штуки три возьмите и чередуйте их. Один, второй, третий. Один, второй, третий. До того, как зацветет роза. Ну, вот он все-таки первый завтрак. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok